У нас сегодня присутствуют гости. Наш новоуважаемый директор Антонова Юлия Алексеевна, наш любимый фотограф Марков Юрий Михайлович, и, конечно же, ваши родители. Итак, дети, сегодня занятие мы проведем вместе с вами. Я мастер оригами. С бумагой вы уже работаете давно, и знаете, этот материал очень хорошо. Уже не первый раз делали поделки. Думаю, что сегодня у вас все получится. Как видите, настроение у меня просто замечательное. У вас на столе лежат карточки с буковкой Я. Я предлагаю вам раскрасить вашу буковку Я в цвет вашего настроения. Зеленый цвет, у вас отличное настроение, и вы хотите со мной работать. Красный цвет, у вас совсем нет настроения, и вы не хотите со мной работать. Синий цвет, настроение нормальное, но буду работать неохотно. Прошу, приступаем. Если кому-то не хватит, сейчас освободятся карандаши. Все, которые были, я достала. Положите. Вы хотя бы так, слегка настроение вам свое покажите, и все. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Я вам загадаю загадки, а вы отгадайте. Он все время занят делом, он не может зря идти, он идет и красит белым. Все, что видит на пути, пушистый ковер, не руками ткан, не шелками шит, при солнце, при месяце серебром блестит. Я, как песчинка, мал, а землю покрываю. Я из воды, а с воздуха летаю. Как пух лежу я на полях и как алмаз блещу при солнечных лучах. Что это? Полина? Снеженька. Еще раз. Саша? Снег. Снег. Правильно. Это снег. Что за звездочки резные на пальто и на платке? Все сквозные, вырезные, а возьмешь вода в руке. С неба падают зимой и кружатся над землей легкие пушинки, белые снежинки. Молодцы! Посмотрите, снежинка – это снежный или ледяной кристалл, звездчатый многогранник, чаще всего в форме шести лучовых звездочек или шестиугольных пластинок. Посмотрите, вот, видите, много разных снежинок, но каждая в своем роде индивидуальная. И у каждой шесть лучиков. То есть невозможно в мире встретить одну и ту же снежинку. Вот, видите, это снимки настоящих снежинок. Да, под микроскопом, правильно. Каждый, кто пытался изучить их под микроскопом, знает, как трудно сфотографировать снежинку. Нужно работать быстро или в очень холодном месте, потому что снежинки быстро тают. Так? Да. Вот, посмотрите, виды снежинок, какие они бывают. Формы их. Формы разные. Вот, видите, простая призма – это самая обычная. Звездная видочистая снежинка. Звезда. И пластинка с секторами. И, как видите, присутствует двенадцатисторонняя снежинка. Да? Хотя я говорила, что всего шесть лучиков у снежинки. Возникает вопрос. Смотрите. Была действительно такая снежинка самая большая в мире. Вот, 28 января 1887 года была засвидетельствована двенадцати лучевая снежинка. Так что есть такая. Смотрите, это как нарисовать снежинку. То есть схем очень много разных и снежинок очень много разных. Каждая в своем роде неповторима. Посмотрите, какие красивые. Какова тема и цель сегодняшнего нашего занятия? Полина. Тайно-бумажные снежинки. Тайно-бумажные снежинки. Правильно. Молодец. Смотрите. Сегодня мы будем работать вот по такой схеме. У нас лесенка. Девять ступенек. Постепенно мы будем подниматься. Правильно? Сейчас мы с вами определили, какую ступеньку, Саша? Первую ступеньку, тема и цель занятия. Правильно. Молодцы. Полина, снимай первую ступеньку. Мы поднимаемся выше. Что же такое оригами? Это подделки из бумаги. Молодец. Подделки из бумаги. А как переводится оригами? Настя? Тойлер, бумага, камер, спарринг. Правильно. Где зародилась эта техника? Кто знает? В начале. Саша? В Китае. В Китае. А где потом, Настя? В Японии. В Японии. Что вы можете рассказать про подделки еще оригами, Настя? В Японии есть специальные коробочки сану, которые складывают селедку, либо это же переношение в храмы. Молодцы. Какие базовые формы оригами мы уже с вами прошли и, конечно же, они вам хорошо знакомы? Алена. Три упори. В Японии. В Японии. В Японии. Молодцы. Это самые простые базовые формы, с которыми мы сейчас постоянно работаем. А кто знает более сложные формы? Саша, витычный, да? Воздушный. 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 Да, есть такая форма. Да. Книжки. Есть форма книжки. Дверь. 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 Воздушный. Ну да, но в принципе воздушный змей еще он вызывает как мороженое. То есть это более сложные базовые формы. Мы будем проходить в следующем году. Очень хорошо, что вы их знаете. Что ж, сейчас я вам прочту стихотворение про нашу Снежинку. По воздуху летела Снежинка-балеринка. В бумажном платье белом, нарядном, кружевном. Мне на ладошку села Снежинка-балеринка. Наверно, захотелось ей поболтать со мной. Признайся откровенно, дочь снежной королевы. Решила погостить ты у бабушки зимы. Красавица Снежинка, Снежинка-балеринка. Откроем все секреты с тобой, друг другу мы. Пока я с ней кружилась и песенки с ней пела Про радугу над полем, про летние цветы, Снежинка на ладошке растает, превратилась В обычную прозрачную капельку воды. Мне так хотелось на занятия сегодня Принести вам самую настоящую красивую Снежинку. Но у меня не получилось это сделать. Почему? Ксюша Она растаяла Она растаяла, к сожалению. А что нужно сделать, чтобы снежинки не таяли? Да, Ксюша Сделать ее Сделать ее из чего? Из бумаги Из бумаги, правильно. Сегодня мы будем делать снежинки в технике оригами из бумаги. Яркие, красочные, красивые и индивидуальные. Правильно? Хорошо. Я предлагаю вам посмотреть, почему снежинки разные. Да. Почему все снежинки такие разные? Ребята, вы когда-нибудь замечали, что все снежинки разные? А почему? Без чего вообще сделаны снежинки и откуда они берутся? Снежинки Снежинки образуются из водяного пара высоко в небе. Там до большой высоте очень холодно, а при низкой температуре вода замерзает и превращается в лед. Снежинка начинает свою жизнь в облаке, когда вокруг маленькой булинки формируются кристалли вода. Чтобы понять, как именно это происходит, давайте заглянем в мир увидимых частиц. Вода, как и любое другое вещество, состоит из молекул. Каждая молекула воды состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода. В химии формула воды записывается как H2. Так вот, когда вода находится в жидком состоянии, ее молекулы располагаются беспорядочно. Когда же вода замерзает, то есть переходит в твердое состояние, ее молекулы, словно по команде, как послушные солдаты, устраиваются в определенном порядке. Такой строгий порядок называется кристаллической решеткой. При кристаллизации молекулы воды устраиваются в виде шестиугольника. Поэтому растущий кристаллик вода имеет форму шестиугольной призывы. Высоком в небе молекулы ледяного пара соединяются друг с другом. Ледяной кристалл постоянно притягивает новые молекулы и растет дальше. Форма образующейся снежилки зависит от окружающих погодных условий, так как условия постоянно меняются. Снежилка то растет в ширину, то в высоту, то у нее отрастают лучи. Поэтому с каждого раза добавляется новый, непредсказуемый и неповторимый узор. Из-за шестигранной структуры ледяного кристалла снежилки имеют форму шестиугольных пластинок, шестигранных столбиков или шестиконечных звездов. В самом начале своего образования все снежинки похожи, потому что все они состоят из одинакового кристаллика льда. Но по мере их роста они все больше становятся не похожими друг на друга. Каждая снежинка проходит через разное сочетание влажности, атмосферного давления и температуры. Ну что ж, дети, теперь я думаю, вам понятно, почему у снежинок шесть лучиков. Да? Да. И что каждая в своем роде неповторима. Вот именно сейчас мы это и поняли. Почему так происходит. Отдохнуть, да? Наверное, устали сидеть. Давайте немножечко разомнемся. Превратимся в снежинок с вами. Стоять. Отдохнуть. Отдохнуть. А теперь мы отдохнем. С вами в парку гулять пойдем. Закройте глаза. И посмотрите наверх. Представьте, что вам на лицо падают белые, пушистые, красивые снежинки. Посмотрите налево. Там стоят красивые деревья в снегу, сказочные. Посмотрите вниз. А там уже намело сугроб. Огромный сугроб снега. Перешагните его. А сейчас я принесу волшебные слова, и вы превратитесь в снежинок. Вокруг себя обернись и в снежинок превратись. Загружились, завертелись белые снежинки. Вверх взлетели белые стаи. Легкие пушинки. Чуть затихла злая юга. Улеглись повсюду. Дует ветер, ветерок. И летит, летит снежок. Станем вместе все в кружок. Получается снежок. Ну что ж, а теперь я предлагаю снежинкам обратно превратиться в ребят и приступить к работе. Вокруг себя обернись и в ребят превратись. Ну что, мальчишки и девчонки, на месте? Да. Все? Да. Давайте приступим к нашей работе? Давайте. Сейчас я вам раздам схемы наших снежинок. Полина, ты мне помоги. Я смотрю уже, куда поделись, на какую ступеньку. Снимай. Сегодня мы будем работать вот по таким схемам. Смостя. Смотрите. Это схема, по которой вы будете складывать вашу индивидуальную снежинку оригами. Узор. Это примерный узор. Вы можете сделать узор, какой вам сегодня придет в голову. То есть включаем ваше воображение и вашу фантазию. Главное складываем правильно. Что самое главное в оригами, кто мне скажет? Люля. Самое главное сложить. Сложить. Правильно сложить, Катя. Прогладить. Правильно. Прогладить каждый ваш сгиб. Чем четче вы прогладите, тем лучше получится ваша поделка оригами. Сейчас я вам раздам, чтобы вы смотрели, как нужно это делать. У вас на столе лежат разноцветные листочки. Я предлагаю сделать сегодня не обычные белые снежинки, а разноцветные. Потому что настроение у вас сегодня просто отличное. Хорошо, пусть будет розовое. Убирайте. Все, все выбрали? Да, можно приступать. Можно приступать к работе. Если есть желание, можно сделать несколько снежинок. Несколько. Несколько, да. Мы их подарим нашему центру, Юлии Алексеевне, чтобы она украсила у себя окошки. Аккуратно. Как нужно передавать другую ножнички. Вот так вот, правильно. Воня. Счасть. То есть аккуратнее работаем с ножницами. Можно приступать. Если вдруг что-то будет непонятно, вы можете сказать, я подойду, помогу. Вот так вот. Как ножнички положить? Сначала мы складываем в технике органы. Теперь сделаем базовую форму. Вот так вот. Вот так вот. Получается. Вот смотри. Старайтесь, чтобы он был прям ровненько. Прям уголочек, уголочек. Например, уголочек все меняй. Давай. Проглаженный. Челко. Прямо. Панама. Прямо. 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 отрезаем нужную часть вот, у нас первые снижники уже появляются на руане, я смотрю, они делают форму, а потом они разрезают продевательные ножницы не знаю, не расстраиваются отрезаем нужную вот, маленькая теперь делаем Анечка, мы можем делать еще одну при другом цвете чтобы не яркие, красивые, но прозвольные пределы не спеши, не спеши, не спеши, аккуратно а вот я сюда вносить вот сюда вносить вносить вот так это хорошо работает просто прижимаешь нам больше и все держи Смотрите продолжение в следующей серии. 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 В следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Хорошо. Ну хорошо. Понравилось ли вам сегодняшнее занятие? Да! Спасибо вам за ваше сегодняшнее творчество. Ну а я предлагаю вам последнюю нашу ступеньку завершить наше занятие. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Спасибо. 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 Спасибо.